Сегодня имя молодого ученого, доцента кафедры биотехнологии Полесского государственного университета, кандидата сельскохозяйственных наук Наталья Дмитрович известна всей стране. За свою плодотворную научную и педагогическую деятельность Наталья Павловна получила высокую оценку, благодарность президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, которую глава государства вручил ей в торжественной обстановке. Для меня это огромнейшая честь. Я благодарна своему университету Полесского государственного университета за то, что оказали мне такое доверие, выдвинули именно мою кандидатуру на представление благодарности президента Республики Беларусь. Для меня это очень почетно, очень радостно, но вместе с тем достаточно волнительный был момент. Глава государства был немлагословен на вручение, но в его речи было, скажем так, красной нитью прослеживать то, что, естественно, на награждение не попадают случайные люди, то есть все достойны те, кто получает эти награды. И на выпускников возлагается все-таки надежда на то, что они будут именно поднимать различные отрасли народного хозяйства именно в Республике Беларусь, что за ними будущее. Хорошо знакомы с преподавателем Полесского государственного университета и Пинчане. В своих передачах мы не раз рассказывали о работе Совета молодых ученых университета и об их участии в разных научных форумах. Я являюсь выпускником Полесского государственного университета, то есть я прошла весь путь от студента до преподавателя, и вот на данный момент мои заслуги настолько высоко оценили. Сама благодарность встречается за подготовку высококвалифицированных специалистов, за научную работу и за работу с талантливой молодежью. Именно участие в научной работе, написание статей позволяют раскрыть потенциал студентов и дать им возможность творческого роста и самореализации. Они могут свой талант раскрыть, могут здесь остаться, сделать что-то полезное именно для своей родины. То есть вот я считаю, это одна из таких основных задач любого преподавателя, в том числе преподавателя высшего учебного заведения. Как и для всех, кто принял участие в церемонии награждения главой государства лучших педагогов и выпускников белорусских вузов, слова благодарности и напутствие Александра Григорьевича, адресованные им, стали огромным стимулом для реализации самых смелых, дерзких и глобальных планов. У меня тоже есть, скажем так, задумки по нескольким проектам, ведется научная работа, именно работаем с водорослями, с возможностями их применения, по крайней мере для, ну например, идентификации природных водоемов, то есть биоиндикация, такое направление достаточно интересно, чтобы понять, как можно помочь водоему, то есть как можно там элементарно, либо какую рыбу выращивать, то есть как можно превратить водоем из такого непродуктивного в тот, который будет хорошо использоваться, в том числе людьми, то есть как рекреационный ресурс. И это не единственный проект молодого ученого. У нее интересная, насыщенная жизнь. Наталье Дмитрович многое надо успеть, и все обязательно получится. Для этого у нее есть главное – знание, трудолюбие, пытливый ум, ответственность и преданность любимому делу и родной земле. Теперь в биографии Натальи Дмитрович появилась еще одна яркая, незабываемая страничка. На память, ну по крайней мере, нагрудный знак, тот, который вручил глава государства, прекрасные часы, которые буду с гордостью носить вместе с нагрудным знаком на официальное мероприятие, непосредственно сама благодарность, ну и в любом случае это прекрасные положительные эмоции, и это гордость тоже за себя, за свой университет, за то, что университету в целом была предоставлена такая честь. Среди семи всего лишь преподавателей со всей республики отмечены преподаватели нашего университета, ровно так же, как студенты нашего вуза также участвовали в республиканском празднике выпускников. Субтитры создавал DimaTorzok